Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Продолжаем очень интересную тему кардиореабилитации. Я представлю организационные аспекты третьего амбулаторного этапа реабилитации. О необходимости своевременного включения пациентов после перенесенного сердечно-сосудистого события в различные программы физической реабилитации отражена во всех современных клинических руководствах. Это пациенты, которые перенесли острый коронарный синдром, пациенты после ревоскулиризации, аортокоронарное шунтирование, стентирование, также пациенты после реконструктивных операций на сердце и сосудах, пациенты со стабильностью на кардии и пациенты с хронической сердечной недостаточностью. Все мы знаем, что долгосрочное наблюдение пациентов после ревоскулиризации миокарда, участие их в программе реабилитации, особенно физической, улучшает прогноз, улучшает качество жизни пациентов и возвращает пациентов к труду. Пациенты, которые на момент осмотра имеют симптоматику стенокардии или ишемической болезни сердца с высоким или промежуточным риском, они подвергаются нагрузочным пробам и при выявлении показаний проводится коронарография. Далее такие пациенты также включаются в программу реабилитации. В городе Омске разработана маршрутизация пациентов при выписке из сосудистых центров. Пациент в ближайшие сроки, в кратчайшие сроки, можно сказать, попадает в поликлинику кардиодиспансера по спецзаписи на консультацию кардиолога. Либо при отказе пациента он может наблюдаться по месту прикрепления в территориальной поликлинике. Там также находится он на диспансерном наблюдении терапевта либо кардиолога. Но, к сожалению, такие пациенты не участвуют в программах реабилитации. Но терапевт или кардиолог, в свою очередь, может их также направить в кардиодиспансер для диспансерного наблюдения. В кардиодиспансере у нас имеются широкие возможности, то есть проведение пациента медицинской реабилитации, своевременное выявление показаний для повторной ревоскуляризации, психологическая поддержка и коррекция. Также консультирование по спецтехнологиям. Это семейная гиперхолестеринемия, аритмология, гемоанестезиология. Есть возможность телеконсультации с федеральными центрами. Третий амбулаторный этап реабилитации, он осуществляется в ранние и поздние революционные периоды по шкале революционной маршрутизации 2-3 балла, но при условии наличия революционного потенциала с целью минимизации функционального дефицита и адаптации пациента в повседневной жизни, то есть возврата пациента к труду и его быту. Пациенты, которые по шкале революционной маршрутизации имеют 2-3 балла и которые требуют более особого внимания для коррекции, либо для ежедневного мониторинга, также программа составляется в условиях дневного стационара. В нашем диспансере соблюдается мультидисциплинарность реабилитационного процесса, то есть пациент осматривается, оценивается его объективное состояние, учитывается психологический, социальный статус, определяются показания или противопоказания к участию в программах, определяется реабилитационный потенциал, используя рекомендуемые шкалы, а также выявляются факторы, ограничивающие реабилитационные мероприятия и меры их устранения, либо коррекции. Реабилитационный статус и реабилитационный диагноз у нас ставятся также, как принято, по международной классификации функционирования. Ставятся цели и задачи перед мультидисциплинарной бригадой, определяется эффективность, оценивается эффективность, составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, которая включает большой блок физической терапии. Это основное, что касается основы именно реабилитации. Вот по итогу пишется заключительный эпикрис реабилитационный. На базе клинического кардиологического диспансера на диспансерный учет было включено 1004 пациента, которые перенесли острый коронарный синдром и респоляризацию. Они взяты были в кратчайшие сроки после выписки из стационара. 773 пациента, это 77%, были осмотрены специалистами по медицинской реабилитации. И цель наша была определить клинические факторы, влияющие на своевременность включения пациентов, данной категории пациентов, в программы физической реабилитации с использованием тренажеров на амбулаторном этапе. Всем пациентам на диспансерном наблюдении проводилось общеклиническое клинико-лабораторное обследование с определением показателей, оценка риска кровотечения на фоне двойной антиагрегантной терапии, также клинико-инструментальное исследование. Была определена распространенность абсолютных и относительных противопоказаний для включения пациентов в программу физической реабилитации с использованием тренажеров. Путем заполнения специального шаблона, который также мы запатентовали, имеем сердцесвидетельство, этот шаблон находится в электронной медицинской карте амбулаторного больного. Что мы определили? Что своевременно включено было в программу кардиореабилитации всего около 25%. 75% – это большая группа, которые изначально не были включены сразу в программу реабилитации, то есть имели ограничения. Из осмотренных 773 пациентов 86 – это всего 11% человек, которые отказались от отсутствия желания. Удаленность проживания – 15%. Сомнительный реабилитационный прогноз – это пациенты, которым необходимо было провести до обследования, либо повторную коронарангиографию – это 6% человек. Абсолютные противопоказания для включения в программу физической реабилитации на тренажерах было около 10%. Что включают в себя абсолютные? Это неконтролируемая сердечная аритмия, которая сопровождается симптомами или гемодинамическими нарушениями, выраженный артальный стеноз, тромбофлевит нижних конечностей, неконтролируемый сахарный диабет, состоявшееся кровотечение из желудочно-кишечного трапка давностью не менее 1 месяца, крайне низкий потенциал в связи с сопутствующей патологией, постинфарктные аневризмы левого желудочка. Конечно же, данные пациенты получили индивидуальные рекомендации по допустимой физической нагрузке и продолжили свое наблюдение у врачей-кардиологов-кардиодиспансера. Ограничения, которые были выявлены, это крайне низкий реабилитационный потенциал, сопутствующая патология, которая тоже мешала приезжать пациентов в программу, также заболевания опорно-двигательного аппарата, пациенты с хронической сердечной недостаточности в стадии декомпенсации, наличие клинических симптомов у 25 случаев пациентов было. Эти ограничения не являлись абсолютными противопоказаниями, согласно данным литературы, но ограничивали информативность проведения нагрузочных тестов либо невозможность проведения данных тестов для разработки индивидуальной программы физической реабилитации, требовали коррекции, докупирования симптоматики, в данном случае пациенты с хронической сердечной недостаточностью. У значительного количества пациентов, это 50 человек, было повышение давления более 180 на 100 мм ртутного столба в ответ на физическую нагрузку на момент включения в программу физической реабилитации. Данным пациентам потребовалась коррекция антигипертензийной терапии в условиях дневного стационара кардиодиспансера с возможностью мониторинга показателей давления при ежедневных контролируемых физических нагрузках. То есть данная категория пациентов ежедневно наблюдались и было скорректировано давление. Абсолютные противопоказания четко описаны в российских клинических рекомендациях и в рекомендациях по лечебной физкультуре у пациентов кардиологического профиля. В отношении же относительных противопоказаний мнения экспертов расходятся. Во многих практических руководствах нет четкого разделения на абсолютные и относительные. Выраженная гипертензия, повышение давления в ответ на нагрузку, либо снижение давления, частота сердечных сокращений в покое более 100, нарушение сердечного ритма и проводимости. Это можно, в принципе, все скорректировать, дообследовать и определить допустимые нагрузки. Наличие фибрилляции предсердий без указания, какая форма фибрилляции, в какой период она возникала, какую терапию использовали, тоже не относится либо к абсолютным, либо к относительным, просто указано в ограничении. Состоявшееся кровотечение давностью до месяца у пациентов после шунтирования или острого коронарного синдрома на фоне двойной антиагрегатной терапии. Здесь нет данных о возможности проведения физической терапии для пациентов с высоким риском кровотечения. По некоторым источникам возобновить можно будет нагрузки через месяц, а по некоторым источникам через 6 месяцев, только после кровотечения. В данной таблице как раз приведены процентные содержания относительных противопоказаний, которые ограничивали включение пациентов в программы физической реабилитации на тренажерах. Мы видим, что это занимают именно пациенты с высокими цифрами давления, пациенты с фибрилляцией предсердий и также пациенты с низким реабилитационным потенциалом. Чаще всего эта группа состоит из пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Из 41 пациентов, представленных ранее с фибрилляцией предсердий, 20 пациентов по итогу вернулись к труду. Они не участвовали в программе физической реабилитации, и у них не было оценки по допустимой физической нагрузке. Они могли бы быть взяты с помощью контролируемых тренировок, но в связи с тем, что в рекомендациях нет указаний на тактику физической реабилитации пациентов с фибрилляцией предсердий. Данная категория пациентов не включалась. При анализе причин отсутствия достижения целевых значений давления в группе пациентов временно не включались в программы пациенты в связи с нарушением приверженности лечения. Только всего 23% оказались привержеными, то есть выполняли рекомендации по регулярному приему антигипертензивных препаратов. И 77% нарушали. Все пациенты с сахарным диабетом были включены в программы физической реабилитации на тренажерах, но эта группа требовала более тщательного наблюдения для профилактики развития гипогликемических состояний. Также пациенты, выписанные из стационаров после кровотечения, продолжили физическую терапию на тренажерах спустя месяц. Ну и как я говорила, что в некоторых рекомендациях можно было до 6 месяцев, но у нас в принципе таких тяжелых пациентов не было. В кардиодиспансере для создания безопасных индивидуальных комплексных программ мы имеем возможность использовать систему мультитренер, которая позволяет нам одновременно у 6 пациентов проводить кардиоревилитацию с помощью обратной связи. Это запись электрокардиограммы, непрерывная на любом этапе тренировки. Также оценить эффективность по протоколам, которые в конце программы заключают в физических тренировках. Определение динамики основных клинико-физиологических показателей для коррекции программы реабилитации. Оценка индивидуальных возможностей пациента по допустимой нагрузке. А самое главное – это своевременное выявление показаний для необходимой повторной ревоскуляризации, особенно у группы бессимптомных пациентов. С помощью постоянной записи электрокардиограммы на фоне нагрузки мы можем оценить нарушение ритма и возникновение ишемии, даже если пациент этого не ощущает. Возможность включать в программы физической реабилитации более тяжелых пациентов, нуждающихся в проведении ЭКГ-контролируемых тренировок. Таким образом выглядит протокол, где мы видим на каждом этапе тренировки частоту сердечных сокращений, мы видим пороговую допустимую частоту сокращений у данного пациента, мы видим, как увеличилась нагрузка. И по итогу можем составить далее уже протокол всех тренировок и оценить эффективность программы реабилитации. При анализе и выявлении ограничений, включения в программы физической реабилитации и вообще диспансерного наблюдения пациентов, в кардиодиспансере была разработана внутренняя маршрутизация пациентов. Как мы уже говорили, пациенты в кратчайшие сроки попадают в поликлинику на диспансерный учет. Первичное обращение к кардиологам. Далее, если пациент имеет абсолютные противопоказания, он наблюдается у кардиолога-кардиодиспансера. Также ему даются рекомендации по физической активности. Если пациент требует более жесткой коррекции, он наблюдается в дневном стационаре для ежедневного мониторинга. Если пациент имеет показания, либо относительные противопоказания, он консультируется кардиологом, специалистом по медицинской реабилитации. И здесь уже происходит мониторинг безопасности при составлении программы физической реабилитации с коррекцией и устранением этих ограничений либо относительных противопоказаний. Абсолютные противопоказания встречаются по анализу редко, около 10%. В нашем случае это 77 человек. А относительные противопоказания, несмотря на высокую распространенность, около 30%, могут быть скорректированы в процессе кардиореабилитации. И данная группа пациентов должна быть включена изначально в кардиореабилитацию. Оптимальная маркетизация пациентов определяет своевременность включения в программы физической реабилитации. В соответствии, чем раньше пациент включен, тем он лучше адаптируется, у него улучшается качество жизни, соответственно, пациент себя чувствует психологически лучше, и он возвращается к труду. Коррекция факторов риска прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний способствует включению наибольшего количества пациентов в программы физической реабилитации. По итогам нашего исследования своевременно выявлены пациенты, которые нуждались в повторной ревоскуляризации. Это 18 человек. То есть 18 человек мы не допустили возникновения повторных сердечно-сосудистых событий. Целевое давление достигли около 5%. Отказались от курения 24% курящих. Это высокий процент, потому что наши пациенты, они, когда включаются в программу реабилитации, делятся на группы и уже друг друга поддерживают и, в принципе, соблюдают рекомендации. Повышение мотивированности к участию в программах физической реабилитации тоже повысилось до 89%. 89% по опроснику отмечают улучшение качества жизни, также увеличение толерантности к нагрузкам по нагрузочным тестам. И в 35 случаях выявлена выраженная тревога у пациентов. В дальнейшем пациенты, в принципе, консультировались психотерапевтом, психологом. Им была подобрана терапия, если такая необходимость была, скорректирован психологический статус. Пациенты перебороли свой страх к выполнению физических нагрузок. Соответственно, трудоспособный возраст, 96%, имеющий средний высокий потенциал, вернулись к труду. У меня на сегодня все. Тема, конечно, еще требует обсуждения, вопросов, конечно, может быть...